Нина Базаева Нина Базаева Нина Базаева Заметно стало, что кушать нечего. Когда объявили блокаду города, ввели карточки. Это было самое страшное время. Несмотря на постоянные бомбежки, Нина продолжала ходить в детский сад. А потом и в школу. С каждым днем выживать в холодном Ленинграде становилось все труднее. Папа ушел на фронт. Мама работала на заводе. Брата эвакуировали. И наблюдали, как наши самолеты, прожектора, вы не видели, не дай бог, но дети рисуют откуда-то, видимо, по памяти или по картинкам, когда встречаются наши прожектора и ловят немецкий самолет. Я видела лично это все, на всю жизнь осталось в памяти. И вот когда наш самолет и немецкий, и начинается, гоняет прямо этот самолет немецкий, и потом, когда его уже уничтожают, наш самолет, мы всегда ребята кричали «Ура! Победили!». Сегодня сложно представить, что пережили жители блокадного Ленинграда. 872 дня ужаса и страха. И только сила духа помогала выстоять. Самый тяжелый период, я рассказываю вам. И в декабре месяце погибло очень много детей. Очень много от голода, потому что доставки не было. Было 125 грамм хлеба. Который давали на сутки. Это детям, пожилым и нежелинцам. 75 лет прошло со дня окончания самой жестокой войны. Память живых свидетелей того времени мы должны сохранить и передать будущим поколениям ради жизни и мира на земле. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Здоровья, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».